В октябре мы работали над темой системы становления муниципально-методической службы, вернее даже методическое сопровождение, наверное, деятельности муниципалитета в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов. Роль методической службы ее нельзя недооценивать, потому что сопровождение, вот именно методическое сопровождение всех преобразований, которые происходят в системе образования, должно быть обязательно, потому что государственная политика в области образования одна, управленцев мало, педагогов много. И помогать найти верные пути, помогать найти выход из какой-то ситуации здесь и должны быть, конечно, методисты. Ну, продуктивными были, конечно, все занятия, потому что все участники школы методистов включались в проектную деятельность, все работали, в общем-то. И особенно продуктивным было занятие с Ириной Николаевной Стукаловой по рабочим программам, потому что мы для себя, наверное, определили более четко структуру рабочей программы по предметам. Мы теперь можем более грамотно и качественно ответить на вопросы учителей по поводу важности, нужности рабочей программы, по поводу содержания рабочей программы по предмету и так далее. И, в общем-то, сегодня мы получили ответы на многие вопросы, которые нас интересовали. В нашем муниципалитете еще в прошлом году уже началась подготовка к созданию образовательных программ в общеобразовательных учреждениях, потому что, побывав вот в прошлом году на школе методистов, также была поставлена задача по созданию этих образовательных программ. И так случилось, что мне довелось выступить в роли тьютера. Мы создавали группу в Заринском районе педагогов, директоров. И уже там, вот на предварительной, можно сказать, в предварительной работе мы определялись, какой будет эта программа, для чего она создается, в общем-то, задачи и цели ее обозначены в законе об образовании. Но как это было, вот, переложить конкретно на каждое образовательное учреждение, вот в этом состояла специфика. И результатом этого обучения стало создание образовательных программ в школах. Одна из программ, это программа общеобразовательная Новомоножкинской среднеобщебразовательной школы нашего района, стала призером в конкурсе программ малокомплектных школ. Еще очень кстати, сегодня мы приобрели методические рекомендации, книгу по образовательной программе, где коллектив во главе с Натальей Григорьевной Калашниковой работал очень долго над выпуском именно этих методических рекомендаций, где был большой аналитический материал. И вот это пособие, по сути, ну явится, я думаю, настольной книгой для нас, вот для того, чтобы мы создали такую уже более серьезную, что ли, образовательную программу в каждом. Первый шаг, это, конечно, собрать районные методические объединения и поставить перед ними задачу транслирования в профессиональные педагогические сообщества. Это первое. И обязательно, конечно, вот по экспертизе рабочих программ, как один из элементов, вот мы поставим вопрос вот этот, по отслеживанию качества рабочих программ, вот эти вопросы поставим. Но это пока программа минимум, а максимум будет позже. Уже.